Глава 13. Сплошные льды. Наутилос снова быстро пошел на юг. Неужели он хочет достигнуть полюса? Невероятно, чтобы капитан Немо стремился к полюсу, потому что до сих пор все попытки достичь этой точки земного шара оказались безуспешны. К тому же приближалось осеннее время. У нас было 13 марта, что соответствует 13 сентября в Северном полушарии. 14 марта я заметил на широте 55 градусов ледяные глыбы высотой от 20 до 25 футов. Эти льды образовали небольшие заторы, о которые с шумом разбивались волны. Наутилос шел по поверхности океана. Нэтленд плавал в арктических морях, и льды не были для него редкостью. Но мы с Канцелем видели их в первый раз и ахали по очереди. «Что это такое, с позволения их чести?» — спросил Канцель, указывая на горизонт. По небосводу тянулась ослепительно белая блестящая полоса. Английские китоловы называют это «айс блинк», то есть ледяной отблеск. Какими бы густыми ни были тучи, они никогда не затмевают этого сияния. Почему здесь этот отблеск, с позволения их чести? Потому что скоро покажутся ледяные горы, Канцель. Действительно, скоро показались мощные скопления льдов, настоящие ледяные горы. «Какая прелесть!» — вскрикнул я невольно. Ледяные горы блистали, сверкали и переливались. Одни были изборождены зелеными прожилками, другие, похожи на громадные метисты, просвечивали насквозь. Третьи были словно усыпаны ледяными иглами, и в каждой игле отражались солнечные лучи, так что вся гора сверкала, как алмаз. Четвертые были матового белого цвета, как будто из мрамора. Чем дальше мы шли на юг, тем чаще попадались эти плавучие острова, тем больше увеличивались их размеры. Полярные птицы гнездились на ледянках, как называл ледяные горы канадец. Буревестники и глупыши оглушали нас своими криками. Иные принимали на утилу с закита, спускались на него отдыхать и долбили клювом звонкую обшивку. Во время нашего плавания среди льдов капитан Немо очень часто выходил на палубу. Я часто смотрел на него, когда он стоял и внимательно вглядывался в бескрайние ледовые поля. Иногда казалось, что его спокойные глаза словно вспыхивали от внутреннего огня. О чем он думал в это время? Может быть, он чувствовал себя хозяином этих арктических вод, недоступных другим людям? Капитан Немо ничего не говорил. Он или стоял неподвижно, или вставал за штурвал на утилуса. Правил он с необычайным искусством и ловкостью. Но утилус скользил, как ни в чем не бывало, между ледяными торосами и айсбергами длиной в несколько миль и высотой от 70 до 80 метров. Вдали, казалось, путь совершенно загромождался льдами, и на широте 60-го градуса проход исчез. «Ну, тут встанем», — сказал Лэнд. Я был с ним согласен, но капитан Немо от Искаловского ущелья отважно проскользнул сквозь нее, очень хорошо зная, что вслед за на утилусом льды тотчас же сомкнутся. На утилус, управляемый искусственной рукой, прошел все льды, классификация которых по форме и размеру восхищала канцеля. Айсберги или ледяные горы, ледяные поля, дрейфующие льды, пак, кругляки и полосатики. «Почему это называют их кругляками и полосатиками с позволения их чести?» — спросил канцель. «Потому что первые имеют круглую форму, канцель, а вторые — продолговатую». «А-а-а», — сказал канцель. «Мудрена?» — спросил канадец. «Нет, я сразу же сообразил», — отвечал простодушный канцель. «Температура воздуха была довольно низкая. Термометр показывал от 2 градусов до 3 градусов ниже нуля. Но мы не зябли. На нас была одежда из тюлених шкур, которые отлично защищают от холода. На утилус отапливался электрическими приборами. Кроме того, стоило ему только погрузиться на глубину нескольких метров, как на судне устанавливались нормальные температурные условия. «Плывим мы на этих широтах 2 месяца ранее, ночей бы не было», — сказал я. «Почему?» — спросил Лэнд. «Солнце не заходило бы», — ответил ученый канцель. «Круглые сутки стоял бы день». «А-а-а», — произнес канадец. «Впрочем, и теперь еще ночи короткие», — сказал я. «Всего 3-4 часа, а вот после ночь продлится целых 6 месяцев». 15 марта мы перешли широту южных шетландских и южных Аркнейских островов. Капитан Немо сказал мне, что здесь когда-то водилось множество тюленей, но американские и английские китобои перебили детенышей и самок, и самцов, истребив весь тюленей рот. 16 марта около 8 часов утра Наутилус пересек южный полярный круг. Льды окружали нас со всех сторон, преграждая нам путь. Но Наутилус искусно маневрировал, проскальзывая из прохода в проход и плыл дальше. «Куда же это он стремится?» — спрашивал я. «Вперед, с позволения их чести», — отвечал канцель. «Да куда?» «Вперед! Впрочем, когда уже нельзя будет плыть дальше, он остановится». «Я даже за это не поручусь», — отвечал я. «Мне, признаюсь, очень нравилось это опасное, ненадежное плавание. Невозможно выразить словами, до чего меня восхищала величавая красота этой новой для меня полярной страны. Как хороши были эти льды, какие причудливые формы они иногда принимали. То вы видели перед собой какие-то ледяные восточные города с бесчисленными минаретами и мечетями, то разрушенные землетрясением дворцы и храмы. И все это сияло и сверкало под лучами солнца. Или заволакивалось, как дымкой серым туманом. Если едва мелькало в снежной пыли урагана. И внезапно со всех сторон слышались гром, треск, шум, визг. Льдины сталкивались, рассыпались, ледяные утесы опрокидывались. И декорации сразу менялись. Если Наутилус оказывался под водой в то время, когда падали ледяные утесы, грохот обвалов отдавался очень сильно и отчетливо. И падение ледяных гор вызывало опасные водовороты даже в глубоких слоях океана. Тогда Наутилус качался и вертелся, как деревяшка. Часто я думал, что льды нас запрут окончательно. Но капитан все-таки пробирался через ту или другую трещину. Он находил их по тонким струйкам синеватой воды, выраздившим ледяные поля. Иногда эти струйки обозначались, как тоненькие ниточки. Но капитан Немо не ошибался в выборе дороги. Наутилус, видно, не впервые гуляет по здешним водам, — заметил Нэт Лэнд. «Я в этом почти уверен, — сказал я. Капитан Немо здесь как дома. Однако 16 марта нас все-таки затерло во льдах. — Что это? Сплошные льды с позволения их чести? — спросил консель. — Нет, это пока еще обширные сплотившиеся ледяные поля, — ответил я. — Что теперь придумает капитан Немо? — сказал Лэнд. Капитан Немо направил Наутилус прямо на ледяную массу. Корабль врезался в нее, как таран, сам прорубая себе канал среди ледяного поля. Иногда он влетал на льдину и размалывал ее под собой. Иногда, погружаясь в глубину, он просто раскалывал ее келевой качкой. Осколки льда взлетали вверх, а затем градом падали вокруг нас. Все эти дни вышивал беспрестанный шквал. Иногда туман до того сгущался, что с одного конца палубы не было видно другого. Снег, выпадавший ночью, покрывал Наутилус ледяной коркой, которую приходилось скалывать. При температуре 5 градусов ниже нуля все наружные части Наутилуса обледеневали. Парусное судно не могло бы двигаться в таких условиях, потому что все талии застряли бы в блоках. Только судно, снабженное электрическим двигателем, могло пуститься в плавание на этих широтах. Барометр снова стоял очень низко. Стрелка компаса растерянно металась по мере приближения судна к магнитному полюсу, который не следует смешивать с южным полюсом. По Ганстону этот полюс находится на широте 70 градусов и долготе 130 градусов. По наблюдениям Дюпере на долготе 135 градусов и широте 70 градусов в 30 минутах. Приходилось вести контрольные наблюдения, перенося компас в различные части судна и определять средние показания. Наконец, 18 марта Наутилус окончательно затерла во льдах. Все усилия капитана Немо были напрасны. Это были уже не кругляки, не полосатики, не ледяные поля, а бесконечная и неподвижная цепь сплотившихся ледяных гор. — Сплошные льды, — сказал Нэт Лэнд. — Видите, профессор? — Вижу, Нэт. Около полудня показалось солнце. Капитан Немо установил наши координаты, и оказалось, что мы находимся на 51 градусе 30 минуты долготы и 67 градусе 39 минуты южной широты. Итак, мы уже зашли вглубь Антарктики. Свободного моря, то есть чистого водного пространства, не было и в помине. Перед Наутилусом расстилалась обширная холмистая равнина с хаотическими нагромождениями льдов, напоминавшая поверхность реки перед ледоходом. Несколько остроконечных скал, как обелиски, которые, как зеркала, отражали солнечные лучи, прорывавшиеся сквозь туман. Повсюду царствовало мрачное, ледяное безмолвие, изредка нарушаемое только хлопаньем крыльев бурелесников. — Вот сторонка, — сказал Нэт Лэнд. — Все замерзло, и всякий шум замерз. Наутилус вынужден был остановиться. — Ну, профессор, — сказал Нэт Лэнд, — Если ваш капитан Нэмма пойдет дальше, что же, Нэт? Он будет молодцом. Почему, Нэт? А потому, что никто еще не переходил сплошные льды и не перейдет. Конечно, капитан Нэмма силен, но не сильнее природы. Если она сама установила такой предел, дальше которого человеку нельзя ходить, так он и не пойдет. — Неужели нет? А мне бы очень хотелось посмотреть, что находится за этими сплошными льдами. Терпеть не могу, когда вот так вдруг перед тобой вырастает стена. — Это их честь справедливо замечают, — сказал Консель. Стены только раздражают ученых. И не ученых тоже. Лучше, если бы стен нигде не было. — Да ведь известно, что за этой стеной то есть за сплошными льдами, — сказал Нэт Лэнд. — Что же там такое, Нэт? — спросил я. — Лед и больше ничего. — Вы в этом уверены, Нэт? — Уверен, профессор. — А я нет. — И поэтому желал бы преодолеть эту стену и поглядеть. — Послушайтесь меня, профессор, и выкиньте такие мысли из головы. Мы дошли до сплошных льдов, и будет с вас. — Дальше вы не пойдете. — Ни вы, ни ваш капитан Нэма, ни его Наутилус. — Хотите вы или нет, а мы постоим-постоим, да и повернем на север. Я должен был согласиться с Лэндом. Пока не изобрели такие корабли, которые могли бы преодолевать сплошные ледяные поля. Несмотря на все усилия и все ухищрения капитана Нэма, Наутилус не двигался вперед. Обычно, если корабль не может идти вперед, он возвращается назад. Но в наших условиях нельзя было идти вперед, не отступать назад. Проходы закрылись за нами. — Если мы будем стоять на месте, то Наутилус вмерзнет в лед. — Это еще ничего, что льды сдвинулись, — сказал Нэтленд. — А вот когда они начнут напирать на судно, тогда только держись. Так и случилось. Около двух часов пополудни разводье вокруг Наутилуса затянулось тонким льдом. Как я ни был пристрастен к капитану Нэма, однако пришлось признать, что он действует очень неосторожно. Я стоял на палубе, когда капитан Нэма подошел ко мне и спросил. — Что вы об этом думаете, профессор? — Я думаю, что мы затерты льдами, капитан, — ответил я. — Затертый льдами? Что вы под этим подразумеваете? — То, что мы не можем двинуться ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. Это, я полагаю, называется затертой льдами. — Так вы считаете, что Наутилус не выберется из льдов? — Очень трудно выбраться, капитан. Время года теперь такое, что на оттепель нечего рассчитывать. — Ах, Аронакс, — сказал несколько насмешливый капитан, — вы вечно и везде видите преграды и препятствия. Смею вас уверить, что Наутилус не только выберется, но и пойдет дальше. — Дальше на юг? — спросил я, пристально глядя на капитана. — Да, к югу. Он пойдет к полюсу, профессор. — К полюсу? — вскрикнул я. — Да, к полюсу, — ответил капитан, не теряя хладнокровия. — К южному полюсу, к неизвестной точке, где сходятся все меридианы земного шара. — Вы должны бы уже знать, профессор, как я управляю Наутилусом, и что за судно Наутилус. — Да, я хорошо это знал, но пройти к южному полюсу, отважиться на такое, мог только безумец. Впрочем, может быть, капитан Немо там уже был? — Вы уже открыли южный полюс, капитан? — спросил я. — Нет, профессор, мы с вами вместе его откроем. Что не удалось другим, то удастся мне. Я до сих пор еще никогда не заводил Наутилус так далеко, но повторяю вам, я поведу его еще дальше. — Я хотел бы вам верить, капитан, — сказал я с легкой иронией. — Я вам верю. Двинемся вперед. Для нас не существует никаких препятствий. Расколем эти сплошные льды, взорвем их. А если они все-таки не поддадутся, так приделаем к Наутилусу крылья, и пусть он перелетит через льды. — Зачем же ему лететь? — спокойно спросил капитан Немо. — Он лучше пройдет под льдами. — Под льдами? — вскрикнул я. — Ну да, под льдами. — Я понял, что задумал капитан Немо. — Я вижу, что мы начинаем понимать друг друга, профессор, — сказал капитан, слегка улыбаясь. — Вы уже не отрицаете возможности попытки. Вы даже надеетесь на ее успех. Вы знаете, то, что невозможно для другого корабля, для Наутилуса легко осуществимо. Если около полюса обнаружится материк, Наутилус остановится. Если же океан свободен, мы дойдем до самого полюса. — Пожалуй, вы правы, капитан, — сказал я. — Если поверхность океана покрыта льдом, то глубинные слои свободные. Если я не ошибаюсь, то надводная часть льда относится к подводной как один к четырем? — Почти что так, профессор. Ледяные горы, возвышающиеся на один фут над уровнем моря, простираются на три фута вниз. Сплошные льды, перед которыми мы теперь стоим, не превышают ста метров. Следовательно, они имеют не более трехсот метров в глубину. — А что значит триста метров для Наутилуса? — Ничего не значит, капитан. Наутилус может даже спуститься глубже и в нижних слоях нисколько не беспокоиться о том, что на поверхности тридцать-сорок градусов мороза. — Справедливо, капитан, совершенно справедливо, — ответил я. — Я поддавался искушению. — Затруднение только в том, — сказал капитан Немо, — что несколько дней нам придется пробыть под льдом, не возобновляя запасов воздуха. — Какое уж тут затруднение, — возразил я. — У Наутилуса огромные запасные резервуары. Мы их наполним до отказа, и они будут снабжать нас кислородом. — Видите-ка, хорошо вы устраняете затруднения, — Аронакс, — сказал улыбаясь капитан. — Но чтобы вы потом не обвинили меня в сумасбродстве, я сразу скажу вам, чего еще можно опасаться. — Да чего же еще можно опасаться? — Очень возможно, что до самого полюса море сплошь сковано льдом, и тогда, пожалуй, мы не в состоянии будем выбраться на поверхность. — Да разве вы забыли, капитан, каков таран у Наутилуса? Разве нельзя как-нибудь направить судно по диагонали и пробить тараном отверстие в ледяном потолке? — Профессор, какие иногда у вас являются светлые мысли? — Да и зачем предполагать непременно все плохое? — продолжал я, все более увлекаясь. Очень может быть, что море свободно около южного полюса, точно так же, как оно свободно у северного. Полюсы вечной мерзлоты и географические полюсы Земли не совпадают ни в южном, ни в северном полушарии. И пока не доказано обратное, надо допустить, что там находится или материк, или море, совершенно свободное от льдов. — Я сам думаю так же, Аронакс, — сказал капитан Немо. — Однако позвольте заметить, что вы уже не возражаете против моего проекта. Напротив, вы его защищаете. Капитан был прав. Я точно защищал. Теперь уже не он меня, а я его увлекал к полюсу. Капитан Немо подсмеивался надо мной, на что имел полное право. — Теперь примемся за дело, — сказал капитан Немо. — Нельзя терять ни минуты. Он вызвал своего помощника, а они начали говорить на своем непонятном наречии. Помощник, по-видимому, считал намерение капитана вполне исполнимым, потому что нисколько ему не возражал и даже не удивлялся. Но как бы ни был бесстрастен помощник капитана, он не превзошел моего достойного конселя. Когда я объявил этому безмятежному парню, что мы намерены отправиться к Южному полюсу, он спокойно ответил мне своей обычной фразой. — Как угодно будет их чести. Что касается Недленда, Томс дернул плечами так высоко и так презрительно, как, вероятно, еще ни один смертный не делал. — Знаете что, профессор? — сказал он. — Мне вас жалко. — И вас, и вашего капитана. — Да ведь мы пойдем к полюсу, Нед. — Пойдете, слов нет. Только назад не вернетесь. С этими словами Недленд оставил меня, не желая больше разговаривать. Тем временем начались приготовления. Около четырех часов капитан Немо объявил мне, что надо задвигать люк, и, следовательно, пора уходить с палубы. Я бросил последний взгляд на сплошные льды. Погода была ясная, воздух чистый, хотя довольно холодно, минус 12 градусов ниже нуля. Впрочем, ветер стих, и мороз был не так чувствителен. Десять человек из экипажа большими кирками стали разбивать лед вокруг Наутилуса. После этого все спустились внутрь корабля, люк задраили, и Наутилус начал погружение. Мы с Канцелем пошли в салон, чтобы через открытые иллюминаторы видеть нижние слои океана. Ртуть в термометре поднималась, стрелка манометра отклонилась вправо. Капитан предсказал верно. Опустившись на глубину 300 метров, мы очутились под сплошными льдами. Наутилус опустился еще ниже. Он достиг глубины 800 метров. Температура воды была уже не 12 градусов, как на поверхности моря, а всего 11. — Отлично, поплывем с позволения их чести, — сказал Канцель. — Надеюсь, дружище, — отвечал я, уверенный в этом. Наутилус направился к полюсу. Оставалось пройти от 67 градуса 30 минуты до 90 градуса широты, 22,5 градуса, то есть около 500 лье. Наутилус шел со скоростью 26 миль в час, как курьерский поезд. Если он постоянно будет идти с такой скоростью, — сказал я, — то через 40 часов дойдет до полюса. — Это их честь справедливо изволили рассудить, — ответил Канцель. Мы с Канцелем допоздна сидели около иллюминатора. Вода, освещенная электрическим светом, была пуста. Рыбы не обитали в этих закованных льдами водах. Только в определенное время они могли появляться здесь, направляясь в водоемы, свободные от льдов. Мы шли очень быстро. Это чувствовалось подражанию корпуса Наутилуса. Около двух часов ночи я пошел спать. Канцель последовал моему примеру. Проходя по корабельным коридорам, я надеялся встретить капитана Немо, но, наверное, он сам стоял у штурвала. На следующий день, 19 марта, уже в пять часов утра я был в салоне. Электрический лак показывал, что мы идем с меньшей скоростью. Наутилус осторожно поднимался вверх. Сердце у меня начало страшно биться. Удастся ли нам выйти на поверхность? Неужели мы выплывем? Найдем свободное море? Нет. Меня уведомил об этом довольно сильный толчок. Наутилус стукнулся об лед, и, судя по глухому звуку, лед в этом месте был еще очень толстым. Мы находились на глубине тысячи футов. Значит, над нами было около двух тысяч футов льда. Здесь льды были, следовательно, гораздо толще, чем в месте погружения. Плохо дело, подумал я. В этот день наутилус несколько раз пробовал подниматься, но всегда ударялся о ледяной потолок. Иногда лед встречался даже на глубине 900 метров. Следовательно, толщина ледяного покрова была 1200 метров, считая и те 300 метров, которые возвышались над уровнем моря. Наступил вечер, но никаких перемен не произошло. Толщина льда колебалась от 400 до 500 метров. Разумеется, это было уже гораздо меньше, но все же от поверхности нас отделял еще очень толстый слой льда. Было восемь часов. Уже четыре часа назад по принятому распорядку следовало впустить свежий воздух в наутилус. Однако я нисколько не страдал от нехватки кислорода, хотя капитан Немо и не прибегал еще к запасам воздуха. Я очень плохо спал эту ночь. Меня то одолевал страх, то волновала надежда. Несколько раз я вскакивал с постели, время от времени я слышал, как наутилус ударялся о ледяной потолок. Около трех часов утра приборы в салоне показали мне, что лед находится на глубине всего 50 метров. Значит, около 160 футов льда отделяли нас от поверхности моря. Сплошные льды, очевидно, превращались в ледяные поля. Ледяные горы переходили в долины. Я не отрывал глаз от манометра. Мы поднимались по диагонали, следуя наклонному рельефу подводной части льдов. Льды становились все тоньше. Наконец, в 6 часов утра того памятного дня, 19 марта, дверь салона открылась, и капитан Немо сказал, «Открытое море!»